Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня программа «Подоплёка» выходит немножко в неурочное время. Обычно мы выходим в эфир по четвергам. Очевидно, на следующей неделе, опять ввиду того, что четверг будет выходным днём, мы выйдем, наверное, в пятницу. Сегодня мы встречаемся по поводу, наверное, самой громкой и самой болезненной для Латвии ситуации, которая развернулась в последние буквально 10 дней. Это санкции, внезапно объявленные против Айвара Лемберга и Венспилского порта, и также внезапно, неожиданно отменённые. И для того, чтобы поговорить об этой теме, мы пригласили сегодня бывшего члена правления Венспилского порта Александра Васильева, директора Балтийского форума, все эти годы. Добрый день, Александр. Добрый день. И военного эксперта Юрия Милконова. Добрый день. Добрый день. Вы можете звонить по телефону в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать свои вопросы экспертам. Александр пять лет проработал в Венспилском порту, хорошо знает как бы подоплёку деятельности этого крупного градообразующего предприятия. Ну, а Юрий, наверное, в последние 20-30 лет самый информированный человек в том, что касается военных вопросов и вопросов обороны Латвии, её контактов с НАТО и так далее, и так далее. У микрофона автора ведущая Люся Прибыльская, и мы ждём вашего участия в программе. И так, получилась, наверное, беспрецедентная ситуация в латвийской истории, когда надо полагать по настоянию или по предложению Латвии, маленькой страны, которую мало кто знает, даже за пределами Европы, американская государственная машина включилась для того, чтобы, по сути, как мы сейчас видим, отжать Венспилский порт у тех людей, которые им руководили в течение последних, наверное, 30 лет. Александр, как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Мы действительно стали такими могущественными? Ну, во-первых, надо понимать, что у знающих людей никакого сюрприза не могло возникнуть. Потому что, вот как слово «отжать» у самоуправления Венспилский и Рижский порт, это было записано в программе правящей коалиции ещё практически год назад. Мы просто привыкли, что то, что политики обещают в своих программах правящей коалиции, не выполняются. Но я думаю, вот этот все последний пункт выполнялся очень внимательно, детально. И я думаю, что наши правящие политики, в первую очередь, наверное, работающие в Министерстве основных дел, сделали максимум того, чтобы проработать этот вопрос, и причём в самом действенном ключе и в действенном месте. Они знают, что против американского лома в Латвии нет приёма. И существует ещё как бы второй вопрос. Вы знаете, у меня не покидает впечатление искусственности, может быть, ненатуральности этих санкций. Но в Соединённых Штатах Америки не положено так. Если санкции вводят, то они вводят их надолго. Поправка Джексона в Вене 38 лет. Действует. Уже кончился, уже все евреи выехали из Советского Союза. Уже Советский Союз рухнул. Прошли 90-е, прозвенели в России. Оно всё действовалось. Пришёл Путин. Путин прошёл весь свой путь до 2012 года, президента роста, ушёл на премьера, а они всё действовали. Мы можем понять, когда санкции вводятся администрации президента. Это тоже очень важный момент. Или вводятся Госдепом. На худой конец министерствам финансов. Кстати говоря, в случае февраля 2018 года, когда с помощью АБЛВ рухнул и вызвал у нас банковский кризис, один из этих вариантов. Но скажите мне, пожалуйста, кто слышал об управлении государственного казначейства в Латвии ещё дней 15 тому назад? Никто. И может ли такое казначей объявить санкции предприятиям и людям суверенного государства? В этом списке, насколько я знаю, очень много англичан и итальянцев. Список, который попал почему-то Айвер Лэмберг. Я не знаю, может быть, стоит отдельно выяснить, а как отнеслись в Великобритании и в Италии к санкциям, которые объявило казначейство Соединённых Штатов Америки. Может, они просто проигнорировали его. Но мы взяли это в полный серьёз, потому что, насколько показывают события и открытые источники в средствах массовой информации, мы готовили. И я не боюсь подумать, может быть, это единственная американская институция, которая посчитала, да, мы, в принципе, в общий список можем включить и такого уважаемого политика и хозяйственника, как Айвер Лэмберг из Латвии. Хотя мы прекрасно знаем, что многие американцы не знают, где эта Латвия находится и чем она от Литвы отличается. Ну, суть остаётся в том, что, по сути, какое-то казначейство, какой-то чиновник, тем не менее, бумагу подписал. То есть, эта бумага не фальшивая, или это даже, ну, даже это может быть подозрительно, что… Нет, Люся, идёт разговор о другом. Могут ли высшие должностные лица суверенного европейского государства серьёзно воспринимать, оценивать, значит, выданные за океаном какие-то рекомендации… Ну, так если они это специально инспирировали, конечно, они серьёзно оценили. Конечно, они серьёзные. Потому что вчерашнее сообщение нашего генпрокурора говорит о том, что он никаких документов ни от местных борцов с коррупцией, ни от заокеанских их покровителей не получал. И он не может никак оценить. Потому что он должен при открытии, при начале судебного процесса, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, основываться на документах. А документов нет? Ни документов, ни оснований, ни доводов нет и никаких не поступило. Супер. И это, наверное, вот та вариант, когда можно объявить санкции, не имея никаких на то документов. Это идеальный вариант. У нас есть звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, говорите. Что-то у нас не получилось со звонком. Попробуйте ещё раз набрать номер студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Ну вот сейчас вот пробуем ещё раз. Да, слушаю вас, говорите. Доброе утро. Вы знаете, когда вот отменили санкции, я во всём согласна с Александром, что это действительно была хорошо организованная, спланированная акция. Потом в Америке же, вот, санкции тоже довольно много. Они тоже там могли помочь, как-то кому-то нашептать на ушко. Но у меня ещё возникает ещё одна мысль, что всё это было сделано действительно, чтобы отзять порты и опустить Ленберга. А вот где гарантия, что через какое-то время мы не услышим, что порты перешли в ведение за океанских хозяев. И что может быть эти порты, будет у них такая же судьба, как у многих наших предприятий. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос и комментарий. Как вы думаете, Александр? Ну, конечно, тут мы можем только согласиться с радиослушательницей. И если бы не было того же примера банка Цитаделлы, одного из первых, когда продали за смешные деньги чуть ли не за ту сумму, которая находилась в активах этого банка. Это вообще беспрецедентный случай. Когда за, что называется, по лимонаду, за бутерброд отдаётся крупное предприятие, мы в данном случае... Да, в которое, между прочим, вложен был миллиард денег наших налогоплательщиков. Денег, которые ушли, в принципе, в никуда. Подарили им миллиард. В этом случае, конечно, если... Не знаю, вчера министр сообщения всё-таки сказал, что, наверное, сейчас нету планов перевода Венспилского морского свободного порта в акционерное общество. Вроде бы, как будто бы. Но пока существуют планы перевода его в акционерное общество в Энтес-Оста. И поэтому после этого открываются широкие возможности для дальнейшей продажи и перепродажи. А зачем Венспилс американцам? Я не думаю, что американцам в данном случае американцы думают. И потом, извините, но казначейство, наверное, не та институция заокеанская, которая интересуется портовым хозяйством. Я думаю, что американцев здесь использовали, что называется, вслепую, исходя из внутренних политических раскладов в стране. И почему именно Венспилс, и почему Рига, это вполне понятно. Потому что в данном случае, я думаю, правящие политики прекрасно понимают, что в ситуации, когда они сами инициируют внеочередные выборы в Рижскую Думу, и когда очень возможно через несколько месяцев могут быть собраны подписи на внеочередные выборы, лучше заранее... За распуск Сейма, ты имеешь в виду? За распуск Сейма. Лучше заранее лишить оппозиционной партии Согласия и Зеленый Крестьян важный фактор вот этих портовых хозяйств, которые могут помочь им в предвыборной кампании. А они лучше будут работать на правящей партии. И выбить вот эти два очень серьезных козыря в предвыборной кампании, это очень важно для них. Я думаю, что в принципе это основная причина, почему вот это все происходит вот в эти дни. И происходит так быстро и с таким скандалом. Скандалом, когда всем становится очевидно, что никакие табу сейчас в политике не действуют, любыми законодательными актами, законами можно пренебречь. И, ну, как раньше говорили, цель оправдывает средства. От хозяйственной немножко подоплеки этой истории отвлечемся и разберем вопрос, который, наверное, многие стали себе задавать. Нет ли в этом какой-то военного умысла? Ну, в Энспинске незамерзающий порт, глубоководный и так далее может принимать, наверное, любого-то ножа кораблей, и в том числе военная, Юрий. Вот как Вы считаете, есть ли, ну, так сказать, у всей этой истории какая-то военная подоплека? И может ли случиться так, что Венспилский порт станет военным? Ну, скажем так, военная составляющая, да, она в работе Венспилского порта, ну, присутствует, причем все время присутствует, уже много лет. Чисто с точки зрения военной в Венспилсе базируются только латвийские пограничники морские, да, у них там есть причал, у них там есть стационарный, так сказать, пункт вот этот, причем они работают, ну, в основном летом, зимой там не походишь по морю, так сказать. В смысле, очень большая волна, или что? Лед, лед есть там, да. Но чисто военных, как бы, нет. Чисто военный порт – это Лепая, Лебава, как было придумано еще при Александре. Третьем порт Александра Третьего, при Николае Втором, было придумано. Отличие военного порта от обычного, так скажем, это, ну, прежде всего, это наличие возможностей судоремонта. То есть доки. Да, доки. А в Лепой два дока, построенные при царизме, завод Тасмары. И до сегодняшнего дня, при всех вот этих перетрубациях в нашем латвийском судоремонте, он работает, принимает корабли, все происходит. Причем док сухой, два сухих дока. Мы же сколько видим, вот сейчас в России утонул ПД-50 док, значит, там, еще ПД вот этот утонул, старинный. А сухой док не утонет. Он как есть, так и есть. То есть обеспечение ремонта судов является, ну, как бы, необходимым элементом военной инфраструктуры. Венспилский порт, он используется для, ну, скажем как, для транзита, для снабжения группировок. У нас же тут в Прибалтике три группировки, да, боевые группы НАТО. Одна в Латвии, значит, одна в Литве и одна в Эстонии. Эстонская снабжается через порт Палдиске. Там все сделано, чтобы... Там и были подводные лодки всегда, да? Ну, для военной инфраструктуры, портовой, главное – это причалы. Да, то есть причалы, у которых нагрузка на причал, на метр квадратный, позволяет принимать танки. Танк «Абрамс», он весит, ну, 68 тонн, да, так сказать. И если вы на причал выгрузите, ну, скажем, там, 50 танков, да, то это у вас будет колоссальное, так сказать, давление на грунт, и специально проводятся огромные мероприятия в порту, да, по укреплению вот этих вот причалов, чем Венспилс и занимался последние 10 лет. Он строил причалы контейнерные и вот такие причалы. И испытание их для военных целей происходило на учениях «Болтоп». Да? Юрий, сейчас мы секундочку, прервемся буквально на 2-3 минуты, чтобы прозвучала рекламная пауза. Радиослушателей просим после этой паузы звонить к нам в студию, задавать свои вопросы. И после перерыва продолжит Юрий Милконов, наш военный эксперт, рассказывать о том, есть ли у отжима Венспилского порта военная подоплека. Не переключайтесь. Еще раз добрый день, уважаемый радиослушатель. Продолжаем мы программу подоплека, разбор ситуации с Венспилским портом. И до перерыва наш военный эксперт Юрий Милконов рассказывал, почему Лепойский порт больше все-таки подходит под военные нужды, чем в Энспилске, а в Энспилске больше подходит под нужды транзита. Но вот за перерывом мы обсуждали о том, что фактически любой контейнер, терминал является терминалом двойного назначения, потому что он тоже способен выдерживать большую нагрузку. И в этом случае, наверное, Рижский порт удобнее для снабжения контингента, который находится на военной базе в Адаже. Ну, Рижский порт тоже активно участвует в снабжении группировки, которая есть в Латвии, так сказать. И танки с таким же успехом идут через Рижский порт. Как они идут через Венспилс, так они идут через Ригу? Ну, это связано с логистикой, то есть направление грузопотоков немножко в разные стороны, потому что вот были учения Болтоп соответствующие, и там приходил транспорт, привозил танки и прочее, и формировались конвои, которые по сухопутным дорогам просто выходили в Адаже, добели. То есть они тренировали доставку вот этих грузов? Да, тренировали военную технику на доставке на, как скажем, оперативный театр, так сказать. Вот это было. Я хочу сказать, что Рижский порт активно используется, Венспилский активно используется. То есть фактически они используются де-факто и сейчас, и нет необходимости их отжимать для того, чтобы продолжать их использовать? Абсолютно никакой необходимости есть. Сейчас за деньги всё, что угодно перевезут и куда, так сказать, куда хочешь. И современные как бы логистические военные пути, они по крайней мере в Европе строятся на обычных паромах. То есть танки из Америки везут в Европу, там у них хаб, так сказать, Германии, да, и оттуда они развозятся, там, Палдиски, Клайпида, значит, и в том числе Рига с Венспилсом. То есть вот такая очень развитая система. Ну, в 10-м 2010-м году они привезли первые танки в Венспилс. Венспилс. Там уже был готов терминал, который мог воспринимать вот эти нагрузки, да. Да, там есть большой терминал и с большими подъездными путями железнодорожными. Да, да, и оттуда уже развозили, причем эшелон отправили в Даугавпилс. Да, как говорили. На границе тучи ходят хмуро. Да, да, да. То есть, и говорить, что только это Лэмберг там чего-то может или не может, да, так сказать, это совершенно необоснованно. Есть коммерческий заказ, будут возить. Никто против ничего тут говорить не будет. Приедут танки, привезут. Ну, да, американцам в некотором плане хотелось контролировать этот процесс как-то, руководить, потому что для них это национальная задача перевести свою армию через океан, так сказать, да, и они во время Второй мировой войны там полэкономики угрохали, чтобы можно было бы вот эти возить конвои, да, их армия, которая находится на территории Соединенных Штатов, она ничего не стоит для Европы, потому что они далеко, а вот перевести как бы за морем телушка, полушка. Дарубль перевоз. Да, два доллара перевоз. Вот эти были моменты. Тут есть несколько интересных таких вещей, кроме этих сильных причалов. В 2010 году на учениях болтов американцы сделали пандус, то есть такую дорогу через дюны, чтобы можно было высаживать боевую технику прямо на пляж, да, то есть неподготовленное побережье высаживать, и у них это отработано там в разных там и сеточку стелят, и чего только, и такие плывучие причалы, так сказать, они делают. Ну, и это сделано километра, по-моему, два или три в сторону от Венспилса, но, как мы говорим, это сделано на тот случай, что Венспилский порт будет уничтожен ядерным ударом, а вот тогда вот эти временные причалы, они смогут принять военную технику. очень пессимистичны для нас звучат. Как-то в ядерные удары вынспил сразу спина как-то похолодела. По-другому санкции воспринимаются. Нормально, так сказать, это все, а не все. Нормально, сказал военный эксперт. Не, ну, люди на работе находятся. Слушайте, у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Вы знаете, все, вот это все, звенья одной цепи. Вот это Нилушаков, Рижская и Дума перевыборы, Рижский порт, Венцвиллский порт, Лейнберг и все остальное. Это звенья одной цепи. Это кто-то из наших попросил вот это самое фирма, это казначейство, чтобы ввели санкции. Да, попросили, они ввели. А потом ездил президент и премьер и попросили и назад отсрочку сделали. Вы смеялись, когда насчет танков вы смеялись. Это не смех. Они готовят войну против России с территории Латвии. Но для Латвии это может быть кончиться не смехом, а очень плохими последствиями. Спасибо вам за комментарий ваш. Ну, здесь Люсья Труй не согласится с радиослушателем, да, потому что вот это вот, если смотреть последнюю статистику роста нашего экономики ВВП, то у нас эта ситуация, что она начинает замедляться и по прогнозам Банка Латвии на 19-20 год результатов инфляции и роста ВВП, они фактически сравнялись. Это очень опасно для любой экономики. Но нам-то после того, как мы в 2008 году потеряли 25% ВВП, ничего не страшно? Ну, может быть, не страшно, но в принципе как раз идет ситуация повторится, она может быть это при нынешнем как бы так в скобках мирном мирном течении обстоятельств. А если кризис повторится в глобальном масштабе, к чему это идет? Потому что в принципе вот о чем Люсья вы говорили о кризисе 2008-2009 года, но мир не сделал никаких выводов из этого кризиса. Кризис просто отложили. Если ситуация повторится, то я думаю падение будет уже в Латвии не 20, не 25%. И тогда вопрос, какой инвестор будет вносить средства в латвийскую экономику, которые себя априори считают прифронтовой зоной, и которые культивируют этот культ прифронтовой зоны в Латвии и культивируются никем иным, как правящим политиками. Вот это тогда вопрос, какое будет падение и как долго мы будем выкарабкиваться в Латвии из будущих, не дай бог, серьезных Если нормальный, призвомыслящий инвестор не захочет вкладывать деньги в прифронтовую зону, то мы видим по сценарию Цитаделла, что, так сказать, американские, заокеанские друзья тоже не горят желанием тут раскидываться деньгами. То есть, они стремятся купить за грош пятаков. И в этой ситуации, когда мы смотрим на Венспилский, на Рижский порт и о том, что там будет создаваться какое-то акционерное общество, ну, по крайней мере, по Венспилсу об этом говорят, нет, мы понимаем, что это акционерное общество существует не в безвоздушном пространстве, оно как-то должно зарабатывать, и, соответственно, получается, что сегодня заработок этот строится на 95% на транзите, если этот транзит сохранится, заработок будет, если транзита не будет, значит, и заработка не будет. Вот как член правления Венспилского порта в прошлом, вот, как вы можете рассказать, оценить то, как развивалась ситуация в связи с тем, что все знали давно, ну, это секрет Полишинеля, что Россия строит свои порты, естественно, она переводит грузы в свои порты, не стремясь подкармливать, так сказать, другие сопредельные страны. Что сможет новое акционерное общество Венспилского порта противопоставить этой политике? Ну, абсолютно правильно вы заметили, Люся, о том, что, в принципе, порт питается за счет транзита. И, если транзита в Россию не будет, а транзит грузоперевозки через территорию Латвии, это на 70-70% российские грузы и на 20% грузы в Венспиле. В Белорусске. На местные остается всего лишь там мизер какие-то 2-3 миллиона тонн. Вот. Но пока, пока Россия, несмотря на то, что увеличивается, вот последние данные по первому полугодию говорят о том, что рост грузооборота в восточном побережье Балтики вырос на 4,7%, а рост российских портов на 6%, и теперь 2-3 груза всех уже обрабатываются в российских портах. Но пока в России не будет построена инфраструктура, в первую очередь железная дорога из Петербурга по всей стране, не будет продублирована Октябрьская железная дорога, она все равно финский залив будет представлять определенным как бы бутылочным горлышком, и грузы будут идти через страны Балтии. И когда работал на полную силу завод в Ленинградской области Всеволожской автомобильной, они, как правило, комплектующие водили через Рижский или через Венсполский порт. Мы спрашивали, почему? Питер рядом. Он говорит, вы когда приедете в порт Санкт-Петербурга, вы увидите, что контейнеры стоят ни в 2, ни в 3 ряда. А в 5-6 этажей. И главное не получить эти грузы в порт, а главное их обработать. Выгрузить. А у нас работает все по часам. У нас не в смысле в Рижском и в Венсполском порту по часам. Нет, это в данном случае говорили Всеволожские. И поэтому мы заинтересованы работах портов Балтии, которые могут обеспечить нам точно по графику поставку всех комплектующих грузов. Поэтому я бы другой немножко аспект. Меня даже не столько волнует вот этот вот кому будет принадлежать порт. Но главное, чтобы он работал. Когда я работал в Венсполском свободном порту в правлении, порт за свои деньги готовил терминалы и сдавал их стивидорам, обеспечивал работу агентов, портовых агентов и экспедиторов. И главный был смысл. Порт получал основной доход не от аренды, а от каждой обработанной тонны грузов. И в принципе не важно, кому принадлежит то или иное хозяйство, главное, какие налоговые поступления пойдут от всего этого хозяйства, обширного, очень сложного хозяйства. Сможет ли новое руководство, которое, я боюсь, оно чисто политическое опять назначает, руководить этим сложным хозяйством? Большой вопрос. Сможет ли порт Венспольск возобновить свое реноме, которое нарабатывалось годами, а сейчас фактически может рухнуть авторитет порта? после того, как разослали письма о счастье, о том, что лучше не направлять корабли в Венспольске порт. О чем говорить? Клайпеда радуется, они выросли сейчас на 6,7% за первые полгода. Кстати, в этом году, в отличие от Риги, которая просела на 10,5%, венский спорт рос. У него за 9 месяцев рост составил 16,5%. Такого давно не было. Что мы получим по результатам года, и что мы получим в первые месяцы? заработать хороший авторитет в сфере бизнеса портового и морских перевозок очень сложно. А лишиться этого при такой острой конкуренции между Балтией и общим снижением транзита и конкуренции с российскими портами очень сложно. И вот это главная проблема, которая стоит перед новым руководством. Я боюсь, что те отчисления, которые раньше получал Венспилтский порт, будут значительно меньше, да и государственный бюджет наполняться будет не столь на цене. там уже кто-то опубликовал статистику, что Венспилт всего в экономике дает меньше 2%, поэтому, ну, подумаешь, баба с возука были легче. Ну, 2% это может 2% от бюджета. Даже Лепая почему-то больше дает. Вот это странно, при том, что у Лепая оборот там максимум 7 миллионов тонн, а у Венспилт все-таки. Почему, интересно, Лепую не приватизировали, не национализировали тем же образом? Она одновременно входила в тройку этих портов, которые имели права специальной экономической зоны согласно закону порта. Лепая почему-то осталась в стороне? Вот оно может быть ответ на то, насколько велика эта политическая подоплека. Если ты находишься, идешь в Арватере существующей правящей как бы коалиции, то все в порядке, тебя никто не национализирует. Извини, если ты будешь внимательно прислушиваться к доводам оппозиции, то тебя могут в однозначно в один момент в срочном порядке перевести и национализировать. в Юрий, по поводу еще Венспаса я хотела спросить. Все-таки это глубоководный порт и возможности приема больших кораблей в этом порту наверное имеют военное значение. Или Рига в принципе имеет те же практически глубины, но чуть поменьше может быть на 2 каких-то метра, то есть какие-то там авианесущие крейсеры так или иначе наверное через наши порты проходить не будут. Ну у американцев есть такая форма снабжения, они посылают корабли, снабжение корабль 60 тысяч тонн 70 и там все, то есть вот группировка военная приходит, там танки, там бронемашины, там скажем продукты и там все остальное значит для автономного существования военной группировки вот это у них есть. И приходил такой в частности корабль Орегон вот американский и все это привозил. И ну я хочу сказать Это тоже в рамках учения или это просто стандартная какая-то процедура отработки содержания Ну показывали в рамках учения. Я хочу сказать, что мы тут как-то внимательно смотрим что там у нас с Россией идет, что с Белоруссией и то да сё но все имеют в виду что на эти порты надвигаются цунами грузов из Азии. Китайские и азиатские грузы китайцы хотели купить клайпиду прошла такая информация что значит это ну литовцы там не продали так сказать да но это реальности то что мы сегодня говорим там сто тонн так сказать приедет или тысяч вот сто тысяч тонн из Китая да это может быть здесь военная составляющая есть Китай просто так не пошлет куда-то там товары на сто миллиардов так сказать долларов они обязательно просмотрят а как это защищается как это обеспечивается но не американцы же будут китайцев защищать у них же вот торговая война ну не будем спешить так сказать кто кого чего но такая функция государства она кстати вот не понимается вот в Латвии абсолютно я уже авторитетно говорю по нашим военным защита собственных торговых путей вот да если говорить по большому счету какое главное богатство Латвии вот что у нас 600 километров пляжей но уже ближе уже ближе главное богатство Латвии Ирбинский пролив вот потому что все товары которые привезут в Рижский порт Венспилский значит на железной дороге там и дальше они для того чтобы стать деньгами они должны пройти Ирбинский пролив и скажем обороны Ирбинского пролива это отдельная песня и отдельно надо разговаривать и я думаю мы через какое-то время услышим о противокорабельных ракетах которые Пабрикс хочет купить уже высказал мысль да и которые встанут на оборону Ирбинского пролива так сказать и для того чтобы там проехать нужно будет уже билет покупать так сказать то есть эти ну скажем в мировой экономике эти вопросы никто не сбрасывает их всех знают помнят и над ними работают мы тут 30 лет не обращали на это внимания я бы здесь Юрий согласился в первую очередь насчет китайцев нельзя порты Латвии углублять они сейчас венсполский порт находится на максимуме это 17 с половиной метров датские проливы датские проливы поэтому те суда контейнеры которые везут грузы везут грузы из значит Китая в Европу они не могут зайти в Балтийское море поэтому они разгружаются на как бы внешних это порты в Северном море или ну в общем в атлантических портах и суда могут зайти только в принципе очень небольшие суда относительно самый большой самый большой как бы судно с большим водоизмещением это 100-120 тысяч тонн может зайти но это суда небольшой танкер который перевозит нефть или нефтяные продукты и на внешнем рейде в Венсполсе они разгружаются тем и хорош Венсполский порт в отличие от Рижского что он может принимать такие суда но военную технику такими большими кораблями и судами не перевозят вот о чем Юрий говорил 60 тысяч тонн можно разгрузить и в Риге и поэтому это не главный не главный фактор то что сейчас китайцы развивают новый шелковый путь вот это прямо из Китая через свою всю территорию в Европу но к сожалению Латвия находится немножко в стороне может поэтому идет через Казахстан путь через Россию Беларусь и напрямую в западные страны может поэтому они под Минском и делают этот большой логистический центр для своих товаров мы сможем получить только небольшой как бы кусочек какие-то кружки с этого стола хорошо у нас как-то получилось что мы обсудили военные перспективы ситуации вокруг Ленберга вокруг извините Венсплсы но и вокруг Ленберга мы обсудили что произошло как были реализованы эти санкции но мы сегодня не затронули вопрос о том а кто является действующими лицами этой истории в чьих интересах это делается кто серые кардиналы кто кто стоят за людьми которых сегодня выдвигают во власть в Энсплском и в Рижском порту я думаю что эту тему мы обсудим в следующий раз в продолжении нашего разговора о Венсплском порту в Рижском порту санкциях приватизации и акционерных обществах а сегодня у нас в эфире были бывший член правления Венсплского порта Александр Васильев и военный эксперт Юрий Милконов программу вела автор и ведущая Людмила Прибыльская всего вам доброго до встречи через неделю до свидания субтитров А.Семкин